Всем привет! Отправляюсь в небольшое путешествие по соседним, так сказать, областям России. Буду перемещаться на автомобиле со стоянок, работать в эфире на коротких волнах. Ну и просто посмотрю интересные места, немножко путешествую и покажу это все вам. Сейчас нахожусь на выезде из Нижнего Новгорода, только недавно выехал. Как обычно, набрал с собой кучу вещей. Цел багажник забит барахлом, без этого никак не получается в такую поездку на несколько дней поехать. Еду сейчас по М7 от Нижнего Новгорода в сторону Владимира. Наверное, там где-то на Владимирской области и будет первая остановочка на обед, так сказать. Где-то в Владимирской области остановился на обед. Перекусить надо немножко, после вязников. Проехали вязники, сейчас будем обедать здесь в поле. Погода сегодня не повезло, пасмурно как-то. Подкрепились немного, надо продолжать движение. Проедем, наверное, сегодня еще всю эту Владимирскую область, город Владимир. Надеюсь, по объездной получится проехать. И будем искать место стоянки где-нибудь на ночерку вставать. Подъехал к объездной через Владимир. Через город, через сам не поеду. Сейчас сверну на объездную. От дома 200 километров расстояние получилось. Свернул на небольшую дорожку с М7, проехав Владимир по объездной, проехав Лакинск со всеми его пробками и вечными ремонтами дороги. Сейчас немножко отъедем от трассы по этой дороге. Будем искать место стоянки. Выбрали место где-то тут для стоянки в Владимирской области. Нормально, красиво, вроде тут около небольшого леса. Рядом поля тоже, хорошие места. С погодой пока не очень повезло. Сыра достаточно, прохладно. Но дождя нет, это самое главное. Клещей что-то дофига уже. Пока ходили, смотрели места, искали место для стоянки. Постоянно себя клещей снимали. Надеюсь, не покусают. Сейчас надо поставить палатки, развернуться, так сказать. Все, барахло достать из машины. Палаточки поставили. Я опять взял с собой трехместную палатку свою большую и буду жить в ней один. Зато удобно. На вес ее мне наплевать. Я вез ее на машине, а не нес на себе. А расположить в ней, в случае чего, если будет дождик или просто ночью захочется поработать в эфире из палатки, то будет удобно расположить все оборудование в ней. Вот такая у нас будет первая стоянка. Да, совсем забыл сказать, нахожусь я рядом с населенным пунктом Лорионова, тем самым, где находится приводная радиостанция, то есть приводной маяк авиационный на средних волнах работающий. Надеюсь, я его послушаю. А сейчас сначала надо подкрепиться, готовится еда, покушаем, потом буду разворачивать радиостанцию. Поужинали. Стало гораздо веселее и теплее. Развернул радиостанцию и антенну. Радиостанция это сегодня у меня FT897, а антенна симметричный DIP или от R-130 с симметричной запиткой, которую я подключаю к своему тюнеру. Тюнер это LDG, тюнер LDG-100, но установленный в пластмассовую коробку, которая более приспособлена для работы в полях. Она не то, чтобы совсем герметичная, но, по крайней мере, она получается влагопылезащищенная, и тюнер, будучи установлен в нее, свободно работает вот так вот у меня, лежит на траве просто. Плюс еще в этой же коробке находится источник питания батарейки этого тюнера, и там же находится трансформатор симметрирующий, то есть балун. Получается, что эту симметричную линию я подключаю сразу к этой коробке, а от коробки идет мне коаксиальный кабель к трансиверу, к антенне, к антенному выходу, вернее, трансивера, и, соответственно, к разъему, с помощью которого тюнер сообщает трансиверу, что надо выдать несущую, для того, чтобы тюнер мог настроиться. То есть, когда запускаю процесс настройки в тюнере, с тюнера приходит сигнальчик на разъем трансивера специальный, после которого трансивер выдает несущую, самой маленькой мощностью, там, я не знаю, 5 или сколько, даже если находится в режиме SSB трансивера, то все равно он излучает несущую, выдает несущую, с помощью которой тюнер и настраивается, и настраивает в резонанс антенну. Вот этот тюнер, вот к нему подходит симметричная линия снижения от антенны, вот, соответственно, кабели пошли к трансиверу. Это Coaxial RG58 тоненький, это управление, то есть у меня там через этот кабель управления вынесена кнопочка, просто на проводе болтается, и с этого же кабеля идет разъемчик в трансивер, через который подается команда на выдачу несущей для настройки. Ничего особенного в этом тюнере нет, там плата, как я уже сказал, от LDG Z100, то есть только внутренности плата взята от этого тюнера, и помещена в эту коробку пластмассу. Я, может быть, потом отдельно как-нибудь, в отдельном видео, когда-нибудь расскажу про этот тюнер, но особенного там ничего нет, ничего сложного нет, это просто тюнер-автомат дешевый, простой, установленный в пластиковую коробку для большей герметичности. Вот такая получилась стоянка первая в этом небольшом моем путешествии. Находимся сейчас около населенного пункта Ларионова, где расположен приводной маяк. Надеюсь, я его послушаю, этот приводной маяк, его достаточно громко должно быть слышно, до него буквально пару километров. Место достаточно хорошее, вот эта вот полянка, она со всех сторон окружена лесом, есть только один подъезд вот отсюда вот, соответственно, если сюда приехать, то, можно сказать, оказываешься в тупике, ехать никуда дальше нельзя, поэтому надеюсь, что сюда никто не приедет за время нашего здесь пребывания. Планирую здесь еще пробыть завтра день, сегодня, соответственно, ночуем, завтра день стоим здесь, еще одну ночь ночуем, послезавтра снимаемся, и едем дальше на следующую стоянку. Всем радио Анна 3, Тамара Леонид, Борис, Друп Павел, всем радио Анна 3, Тамара Леонид, Борис, Друп Павел, прием. На 80-ке никто не отвечает, рано будем считать еще. Здесь радио Анна 3, Тамара Леонид, Борис, Друп Павел, всем прием. Сколько у меня мощно стоит? 40 ватт. Что-то пока не отвечает никто, попробую послушать пока авиапривод, который здесь находится рядом совсем, на средних волнах. Интересно, насколько он будет громко проходить, до него расстояние буквально пару километров, должен, наверное, приниматься очень громко. Какая-то у меня частота была 475, по-моему, и в буквке MF, Майк Фокстрот. Вещалки идут. А вот и он. Привод этот идет на 9 баллов, несущая с плюсами, естественно. Качественно, хорошо как проходит. Рядом здесь. Посмотреть бы на него сходить, не знаю, если будет время и настроение. Завтра, может быть, прогуляюсь до него, а может быть и нет. Посмотрим, что еще на средних волнах тут принимается. 612, 612 или 613 килогерц. Что-то религиозное. Пойдем дальше. Вещалка одна, как хорошо идет. Еще солнце не зашло. Прохождение на средних волнах не очень хорошее, еще не открылось полностью. Но одна вещалка проходит вот очень громко. Во! На 1600 килогерц с копейками в амплитудной модуляции свободные радиолюбители или, проще говоря, радиохулиганы уже слышны вовсю. Хотя, еще светло, еще солнце не зашло и прохождение здесь на НЧ только-только открывается. Грозовых разрядов много уже. Музыку кто-то гоняет, конечно же. 1737. Проходит много станций уже здесь, в АЭМе. Тут у нас время 19.54. Время 19.54 московского. Еще светло вовсю. Ну вот, станции слышны уже здесь на 1.6, на 1.7 МГц. 2.130, конечно же. Кишит, как всегда. Ну, это ладно. Пойдем дальше. Да, какой-то комфорта нет. Ну, на 3 МГц уже вообще слышно здесь, как местных грохочет. Здесь радио Анна-3, Тамара, Леонид, Борис, прием. О, АЭРА-3, Тамара, Леонид, Борис, РК-3, Антон, радио, Зинаида. Алексей, привет. Слышите, нормально. Сквозь шумодав у меня пробился. Я вот услышал, подошел к станции, открою его и слышу свой сигнал. Но у меня помеха здесь просто в этом салоне. Потелка сейчас стоит какая-то мерзкая. И ты сквозь нее пробиваешься. РА-3 ТЛБ, Дрюс Павел, РК-3, РЗ, прием. Да-да, РК-3, РЗ, РА-3 ТЛБ. Все принято, отлично тебя слышу. На 8-9 баллов. Очень хорошо, с большим запасом разборчивости. А у меня 40-50 ватт сейчас. И я нахожусь около населенного пункта Ларионова, Владимирская область, прием. Ага, так, принял. Но часть слов теряется все-таки сквозь помеху. Но я понял, что у Владимирской области на 50 ватт работает. Антенна называется вот этот обычный автомобильный гиполь, да, низкоподвешеный. Правильно понял? Нет-нет, антенна, антенна от Р-130, от Р-130, антенна от Р-130, симметричный, прием. А, Р-130, я понял. РА-3, Тамара Леонид Борис, радио Василий-3, Анна, центр Щука. Радио Василий-3, Анна, центр Щука. Слышу хорошо, 5-9. Нахожусь во Владимирской области сейчас. Алексей, мое имя, прием. Да, ну, радио Анна-3, Тамара Леонид Борис, радио Василий-3, Анна, центр Щука. Алексей, добрый вечер, добрый вечер. Приветствую вас и коллегу Р-3АРЗ, также на частоте. Алексей, вам рапорт, пятерка, девятка, 5-9. Мое имя Сергей, нахожусь я в Москве, на юге Москвы. 5-9, Сергей, Москва, об аппаратуре тогда в следующем включении. Р-1, ББГ, Р-3, ТЛБ. ББГ, ТЛБ. Да, принимаю, принимаю. Тут еще какие-то... И, где находишься, на Владимирской области, да, прием? Да, Михаил, привет, привет. Нахожусь во Владимирской области. Владимирская область, населенный пункт Ларионова, Ларионова. Где авиационный привод находится? Ларионова, Ларионова, прием. А, блин, а такие вот здесь в области наблюдаются? Марады, с ней, да. Марады, с ней, да. Радио Анна-3, уже щука наберут. Радио Анна-3, Тамара Леонид Борис, дробь Павел. Радио Анна-3, Тамара Леонид Борис, дробь Павел, дробь Павел. Да. Так, быстро оперативно на зале позвонить. Радио Анна-3, Тамара Леонид Борис, дробь Павел, ради Леонид 3, Ольга Щука и компания. Добрый вам вечер, спасибо. Если не себе упрелся, красивая сигнал, проблем нет. Виталий, имя мое. Я нахожу в ЖУК, радио 23, поселок Каменка, Воронежская область. Радио Анна-3, Тамара Леонид Борис, дробь Павел, ради Леонид 3, Ольга Щука, как меня принимаете, будет группа на приеме? Да, Виталий, спасибо. Громко очень вас принимаю, 5-9. Утро, понедельник, 22 мая. Переночевал первую ночь свою в этом небольшом путешествии. Ночь была холодная. В 12 часов, вернее, в 0 часов ночи, температура была плюс 4 градуса. Я смотрел дальше, не знаю, сколько было ночью. Спал крепко в теплом спальнике, совсем не замерз, но, видимо, было прохладно. Вчера после заката немного еще радиосвязи проводил. Быстро похолодало, и выпала роса очень обильная, очень сильная. Все было мокрое, все провода, вообще, как будто я их искупал в воде. Соответственно, аппаратура тоже вся мокрая. Я бы, скорее всего, свернул и убрал машину в сухое место. А то боялся, что что-нибудь от этой влаги испортится все-таки, особенно во включенном состоянии. Сегодня пока в начале дня погода хорошая. Облачность переменная. Воздух вообще холодный достаточно, но когда солнце выходит из облаков, оно греет очень сильно. Хочется раздеться прямо до футболки. Но как только солнце скрывается за облака, так сразу достаточно прохладно. Готовим вот на этой плитке. Костров не разжигаем. Взял с собой ноутбук. Всякие записи на нем введу, в том числе и звукозаписи, и аппаратный журнал. Это у меня такой распределитель питания. От аккумулятора 12 вольт на всякие потребители раздает. В том числе и USB тут выход есть для зарядки. Телефон, например, заряжаю. Это в коробке металлической. Преобразователь напряжения для питания ноутбука. По входу, по выходу много лица. Фильтров в нем сделано, и коробка вся закрытая, полностью экранированная. Поэтому помех практически в эфире от него нет. Тут всякие зарядники для аккумуляторов видеокамер пытаются, заряжаются. Вот, собственно, аккумулятор 85 Ач, от которого у меня все питается. 85 Ач, это не так много, когда такая куча потребителей. Но на одну стоянку вполне хватит. А за день переезда к следующей стоянке этот аккумулятор достаточно много зарядится в автомобиле. Биение частоты кадров с частотой динамической индикации в вольтметре. ТАЮТБ, ТЛБ, ТАЮТБ, ТЛБ. А тут местная связь на двойке. На приеме. Так, проверка связи. Как у тебя там делишки? Нормально, так возвращаюсь уже в тихоньку. Принято. Товарищ ходил на прогулку из лагеря. Радио Зоя, 6 Анна, Щука, знак на приеме. Радио Анна, 3, Тамара, Леонид, Борис, Дробь, Павел. Радио Анна, 3, Тамара, Леонид, Борис, Дробь, Павел. Здравствуйте, спасибо, прекрасно. 5,9+, Славянск на Кубани, поселочек Совхозный, звать Александром. Радио Анна, 3, Тамара, Леонид, Борис, Дробь, Павел, радио Зоя, 6 Анна, Щука, знак на приеме. Александр, принято, спасибо. 5,9 вас принимаю, пятерка, девятка. Алексей, мое имя, нахожусь сейчас во Владимирской области, в полевых условиях. А Постоянный Китеевич, Нижний Новгород, прием. Да я знаю, что Нижний Новгород, вот почему я и вижу Владимировскую область. Ну, прекрасно, прекрасно, в полевых условиях. 13,48. На десятке прохождений есть, надо же. Тамара Романова, 4 тонн, Тамара, радио, всем прием. Радио Анна, 3, Тамара, Леонид, Борис, Дробь, Павел. Ира, 3, Тамара, Леонид, Борис, Дробь, Павел. Добрый вечер, добрый день, коллега, спасибо за вызов. 5,9 принимаю вашу станцию, пятерка, девятка. Имя мое Сергей и нахожусь я вблизи города Камышев. 5,9, Сергей, близ города Камышев. Пожалуйста, микрофон, Эра, 3, Тамара, Леонид, Борис, Дробь, Павел, на приеме. Да, Сергей, принято, спасибо за 5,9 из Камышев. Принимаю вас громко, в целях экономии питания, ноутбук не хочется включать пока. Записываю аппаратный журнал на блокнотик. Потом все перепишу в базу. Дробь, Павел, кто? Радио Анна, 3, Радио Анна, 3, Тамара, Леонид, Борис, Дробь, Павел, прием. Радио Анна, 3, Тамара, Леонид, Борис, Дробь, Павел. Добрый день, 5,9, Кюсби, Валентин, вблизи Калининграда, на приеме. Да, Валентин, принято, принято. Спасибо, спасибо большое. Тоже вас слышу громко. 5,9 плюс Кюсби, замирания бывают значительные. Алексей, мое имя, нахожусь во Владимирской области сейчас, в полевых условиях во Владимирской области. Постоянный Кютеевич, Нижний Новгород, прием. Да, Алексей, принято. Давно на десятке что-то не работал я. А тут прохождение такое хорошее. Да еще и из полей поработать, не то что из дома. Роман Антон, Тройка, Сергей, киловатт. Роман Антон, Тройка, Сергей, киловатт. Здравствуйте, очень громко, 5,9 плюс Кюсби. Алексей, Владимирская область, Постоянный Кютеевич, Нижний Новгород. Сейчас в полевых условиях прием. Так, Алексей, добрый день. Но на эс-метр сейчас еще раз посмотрю. Не буду говорить, но слышу хорошо. Сергей в Рязани. Радиосвязью маленькой позанимались. Надо теперь пообедать. Иду немного прогуляться из лагеря. Дойду, может быть, до поселка Ларионова, посмотрю, что здесь как. Вот так вот выглядит место стоянки. А вот с удаления метров сто уже вообще почти ничего не видно. Автомобиль, конечно, блестит там за деревом. Ну и след туда ведет в траве примятой. Так, тут влажненькая немножко дорога, по которой я сюда ехал. Ну, в общем, ничего. Под ногами не хлюпает. Вышли на угол поля. Совсем недавно она тут обработанная какая-то. Вот, собственно, по этой дороге я сюда и проехал вдоль этого поля. На то место стоянки. Дошел до каких-то развалин здесь, в поселке Ларионова. То самое место, откуда мы заезжали, вот в поле сюда, чтобы проехать на место стоянки. Мимо этих развалин проезжали. Иду очень медленно. От базы лагеря до сюда дошел. Через каждые 100 метров останавливался. Собаке клещей снимал. Что-то прям их очень много. Один даже успел укусить, впиться в нее. Остальных вроде так, поснимал, раздавил, выбросил. Дошел практически до дороги здесь, в поселке Ларионова. Надо проверить связь с базовым лагерем. Базовый лагерь, базовый лагерь, прием. На приеме. Как меня там слышно? Я около развалин, который здесь, на краю поселка. А что-то дохло слышно-то. Да, я тебя тоже не очень громко. У тебя какая мощность? У меня низкая сама. Ну и у меня пониженная. Давай среднюю включай. Так, вот средняя сейчас. На среднюю-то получше. Понятно. Вот так, с дождем, прием, срочно. Зашелкот. Хорошо. Продолжаю движение дальше туда, в поселок. Давай, прием. Ага. Гуляю по поселку здесь, Ларионова. Хочу найти колодец или какую-то колонку, чтобы можно было завтра на обратном пути, когда будем отсюда выезжать, набрать воды питьевой. А вот и приводной маяк нашел здесь, в поселке. Привод на частоте 478 кГц с позывным МФ Майк Фокстрот. Жалко, нет никакого средневолнового приемника с собой, чтобы послушать прямо здесь, рядом его. Здесь, наверное, и на детекторный приемник было бы слышно, но нет ничего с собой. Ну, ладно. По крайней мере, зато я увидел антенну этого привода. Всего прогулялся по поселку, нашел, где набрать воды питьевой. Завтра будем выезжать с места стоянки, заедем за водой. А сейчас пока пойду обратно в лагерь. На приеме. Ну, все, нашел я там, где воды взять. Есть такие колонки там водопроводные. Вроде как, якобы, они из какой-то скважины, как местные жители говорят, я спросил. Вода, говорят, хорошая питьевая. Ближайшая такая находится прямо рядом с приводом, так что завтра поедем. И заедем, нальем воды и на привод еще раз посмотрим. Ну, отлично. Что там, желкого привода стоишь, да? Это все уже вышло из поселка. Сейчас на дороге стою, на большой, вот на трассе. На точке заезда туда, в поселок, чтобы прямо попасть к колонкам и к приводу. Понятно. Иду обратно на свое место стоянки из поселка. Иду полями, места красивые, очень прогуляться, вообще одно удовольствие. Не жарко сегодня, конечно, было бы немножко потеплее, было бы приятнее. Но вот так, как сейчас есть, ходить вообще комфортно. Если сидеть на месте без движения, за столом там около радиостанции в лагере, то немножко замерзаешь без движения. А ходить совершенно комфортно, нормально. А вон там впереди уже виднеется стояночка. Вернулся в лагерь, даже жарко как-то стало после прогулки. Что мне тут шагомер показывает? Показывает 9,7 километров, а выходил я показывал 4,4. Вот, соответственно, примерно я около 5 километров прогулялся туда-сюда-обратно. Стало тепло, я бы даже сказал жарко. Всем радио Анна 3, Тамара, Леонид, Борис, Друб, Павел. Всем радио 3, Тамара, Леонид, Борис, Друб, Павел. Прием. Радио Антон 4, Федор, Киловат, Зоя. ТЛБ слышно? Радио 4, Федор, Киловат, Зоя. Слышно, очень громко, 5,9. Прием. Да, Алексей, приветствую. Ты, говорят, на лыжде где-то, да, например? Да, у меня тут небольшое путешествие. Сейчас нахожусь во Владимирской области. Да, принято. Ну, где-то 5,4, 5,5, я уверен, слышу. У меня тут сумка небольшой, но вот так отлично принимаю. А тут собака замерзака, что-то дрожит, сидит. На 80-ке. Маячок из Московской области, слышно он как хорошо. Говорят, в нем мощность там совсем маленькая, что-то около 1 ватта. Прохождение местное, значит, есть уже на 80-ке. РА-3 ТЛБ, радио 3, 2 Анны Знак, прием. Радио 3, 2 Анны Знак. Привет, привет. Очень громко слышу, 5,9, с плюсами. А сейчас нахожусь во Владимирской области, населенный пункт Ларионова. Прием. Да, Алексей, приветствую, добрый вечер. Рад слышать, рад встрече на 80-ке. 5,8, значит, уровень шума очень высокий. Ну, как обычно, говорить об этом не буду. Вот, уже привык. Но вот, собственно, твой сигнал чуть выше уровня шума, поэтому разбираю. Разбираю. Напомню, Евгений из города Зеленограда, стационарные условия. Всем радио Анна-3, Тамара Леонид Борис. Здесь радио Анна-3, Тамара Леонид Борис, дробь Павел, прием. Радио 3, Тамара Иван Ольга, дробь Павел, прием. Радио 3, Тамара Иван Ольга, дробь Павел, принимаете прием? Да, Александр, спасибо, спасибо большое за, так сказать, 5,9 из родного города. Вот, я сейчас нахожусь у Владимирской области, а 160 метров не попробуем? Есть возможность эту антенну настроить на 160 метров, прием? Да, возможность есть, можно попробовать, 1975, да? Да, да, 1975. Ну, как раз, Павел, а 5,6, 5,6, 5,7, она прием? Да, Александр, принимаю, тоже, тоже 5,6, 5,7, гораздо слабее, но, в принципе, разборчиво. Сейчас какая мощность у вас прием? Да, 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 все слышно, 15 ватт даже чуть получше стало, либо это фединги такие сейчас, замирания. В общем, связь есть, устойчивая, уверенная. Я сейчас опять на те же самые 50 ватт работаю, на ту же самую антенну. А у тебя сколько сейчас мощность прием? 2,3 ватта, я понял, у тебя 2,3 ватта, очень мало, конечно. А антенна, антенна какой длины прием? Да, Юрий, спасибо, спасибо вам за хорошее пожелание. Сейчас ваш сигнал вообще до 9 баллов, выходил, фидингует, видимо, сильно сигналы. Вот сейчас было 9 баллов это включение. Спасибо, до свидания, 7,3. Пол, хорошо, пол, ваш сигнал, кстати, пол, на последнее включение. Это 9, вышел, что-то, наверное, принимал, хорошо, до свидания. Что-то там совсем прохладно стало на улице, в лесу вернее, роса какая-то выпала. Вчера от этой росы я всю технику поубирал, спрятал в машину, в палатку и лег спать. С дороги немножко уставший был, а сегодня решил чуть-чуть сейчас поработать из палатки. Вот на 80-ке несколько связей провел уже из таких вот условий, из палаточных. Переночевал еще одну ночь здесь, на этой стоянке. Ночью было достаточно прохладно, так, не знаю, градусов, может, 3-4 опять под утро было. Зато следующий день, вот сегодня, 23 мая, очень жаркий выдался, с самого утра светит солнце яркое, жара, чувствуется, день будет хороший. Но мне весь этот день предстоит проехать, пробыть в пути. Все вещи уже сложены в сумки, осталось их только в багажник погрузить. Поляна, где стояли палатки, опустела. Сейчас заедем в поселок за водой и поедем дальше. О том, как продолжалось далее мое путешествие, я расскажу в следующем видео. А на этом первая часть фильма о путешествии по разным областям России заканчивается. Спасибо, что смотрели, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ходите в походы, путешествуйте и до новых встреч!